Приветствую вас. Я увидел, что вы написали дополнение. Жалко только, что не известили меня об этом, не написали мне в личку о том, что дополнение появилось. Ну да ладно. Вы пишете о том, что развелись в своих мужчин, потому что мамник возглав от него тепла, любви и нести. И, соответственно, он очень холоден к вам был и проявлял текст только тогда, когда хотел интима. Что говорит о наличии в вашей паре, в вашей семье определенного кризиса. В то время, пока вы разошлись, он пытался помириться, но довольно слабенько. И на словах. Вы продолжали испытывать теплые чувства к нему. Но при этом эти теплые чувства к нему не помешали вам вступить в связь с любовником. И вот здесь как-то не очень понятно, какого рода ваши чувства к мужу. Если он вам дорог, если он вам симпатичен, если он вам важен, то почему вы стали общаться с любовником и вступили с ним в связь? Если теплые чувства к мужу есть, то вы, наверное, думаете о мужу. Вы, наверное, как-то о нем беспокоитесь, о нем заботитесь. Какого рода у вас чувства к мужу? Это первый вам вопрос. Если вы любите его, но вам просто не хватает любви и тепла, то совершенно непонятно, почему вы не дали ему понять откровенно, что, ну, что все. Что вы этого не потерпите, что вы уйдете от него, если он не изменит что-то в своем поведении. Мы предпочли начать флистоваться. И вот этот момент, он не очень понятен. По крайней мере, в контексте того, что вы пишете. Потому что вы пишете, что у вас к мужу теплые чувства, но при этом и в то же время вы как-то все равно в связи с любовником. И вот здесь, на мой взгляд, необходимо разобраться, что вы чувствуете к мужу, что вы чувствуете к любовнику, да. Для чего вам муж, для чего вам любовник, да. То есть, какие, какое значение для вас имеет тот и другой. То есть, предположим, что муж вам нужен как, ну, как ваш спутник жизни, да, как супруг, как человек, которому вы дорожите, человек, которого вы, там, уважаете, любите и так далее. Тогда любовник вам зачем, как бы, какую функцию тогда выполняет любовник. Вот этот момент, он, на мой взгляд, он раскрывается, на мой взгляд, недостаточно полно здесь. И вот это то, с чем нужно разобраться в первую очередь. То есть, определить для себя значение мужа и значение любовника. Почему я это все вам говорю? Зачем я вам все это говорю? Дело в том, что в зависимости от ответа на этот вопрос, вам необходимо продумать план того, что вы будете делать дальше. То есть, смотрите, если вам, условно говоря, дорог муж, то вы хотите с ним быть. Соответственно, вы понимаете, что ваши отношения переживают кризис. И, соответственно, вы понимаете, что то, что произошло, может произойти еще раз. От этого, большому счету, не застрахован никто. И вы в том числе. И вот этот момент, момент желания или нежелания работать над отношениями, очень важен. Почему? Я поясню. Вы говорите, что ваш муж согласен работать с психологом. Это хорошо. Но пока это, знаете как, пока это по тому, что я вижу, пока это точно на словах. То есть, так ли вы уверены в том, что ваш муж действительно хочет быть с вами? Так ли вы уверены в том, что муж, грубо говоря, не изменит как-то вот свою позицию? Так ли вы уверены, что муж стал там по-другому себя вести? Что он что-то понял для себя, да? Что-то вынес для себя и так далее. То есть, вот этот момент, он очень важен. Второй момент. Если вы хотите избавиться от контроля любовника. Вам нужно понимать, что сейчас вы находитесь, по сути дела, в позиции жертвы. И для того, чтобы избавиться от этой позиции, от позиции жертвы, необходимо вам понять, что только вы несете ответственность за свою жизнь и за то, что вы делаете, за то, как вы живете. И если исходить из этого контекста, из контекста, как бы, ответственности, то вам нужно понять следующее. Что в этой ситуации, кто-то обязательно останется недоволен, кто-то обязательно останется крайним. Почему? Ответ довольно прост. Либо будет недоволен любовник, либо будет недоволен ваш муж. Но с любовником вы, вроде как, собираетесь расстаться в любом случае. Или нет, этот вопрос требует уточнения. А с мужем вы хотите отношения наладить. Ну и, соответственно, тогда возникает логичное предположение, что если для вас муж важнее, то, соответственно, нужно как можно быстрее выходить из подконтроля любовника. И делать это можно только через ряд моментов. Либо вы принимаете на себя ответственность за то, что вы сделали. То есть вы берете ответственность и вы говорите мужем. То есть именно так вы берете ответственность за себя перед своим мужем. Это нужно понимать. Что если вы хотите выйти из состояния жертвы, то вам необходимо взять ответственность. Либо вы берете ее так, говорите мужу, и тогда можно работать над тем, чего вы боитесь. То есть вы боитесь, что он от вас уйдет. Вы боитесь потерять брак. Но почему вы боитесь потерять брак? И по сути, ваш муж спровоцировал то, что произошло сейчас. По сути, как я уже говорил, ваш муж несет ответственность за это. Если он не проявлял к вам ласки, любви и тепла, то естественно, что вы будете искать это у кого-то другого. Это нормально. И если ваш муж вел себя эгоистично, то совершенно непонятно, почему вы потакаете его эгоизму сейчас. Так почему вы гласите, я ему не скажу, я буду молчать, это мой крест. Но ведь ваш муж сам, ваш муж сам по сути дела стал причиной того, что произошло. И вот этот момент вам желательно для себя понять, как можно лучше вам этот момент нужно для себя понять. Все таки, если говорить о том, чтобы мужа не признаваться, тогда необходимо решить, в каких направлениях вы будете действовать по отношению к любовнику. То есть как вы будете двигаться, как вы будете избавляться от контроля любовника. Понятно, что само собой это не пройдет. Понятно, что любовник будет вас сцентрализировать. Вопрос в том, как можно избавиться от этого. Как вам уже сказали, и вам сказали коллеги, вам говорил я, что вариантов у вас несколько. Это, как вы наверное уже поняли, правовая сфера, да, и это та сфера, о которой говорил я. То есть, значит либо вы полностью дистанцируетесь от обоих мужчин и доказываете всем, в том числе и любовнику, ну в основном любовнику, да, что он вам не нужен. И тогда все его доказательства окажутся просто неактуальными для него. Или вы, как бы, внедряетесь к нему в доверие, чтобы, собственно говоря, его расслабить и уничтожить доказательства. Мне не очень понятно, как бы, почему вы, ну как вы рефлексируете то, что я говорю. То есть, вы написали дополнение, где говорите, что вот, вот такая ситуация, я, муж, там были определенные проблемы. Понимаете, то, что вы пишете сейчас, это вот последнее дополнение. Это, по сути, предмет уже личных консультаций с вами. То есть, это не вопрос для публичного обсуждения. Потому что нужно сразу задать вам вопрос. Вот, ну, по аналогии, например, с тем, что я у вас представил, да, то есть, как вы относитесь к этому, да. Как вы воспринимаете это, то есть, ну, как вы относитесь, там, к мужу, да, к его поведению и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важные моменты. И на них, на эти моменты вы не отвечаете. По той простой причине, что мы с вами не находимся в режиме прямого общения. Соответственно, если вы реально хотите решить свою проблему, то нужно вам, во-первых, выходить из роли жертвы. Для этого необходимо более конкретно, более детально проработать отношения с вашим мужем. Понять, чего вы боитесь, почему вы так не можете ему сказать о том, что произошло. То есть, если фактически, по сути, я еще раз повторяю, он несет ответственность за то, что произошло. И, соответственно, если вы боитесь его потерять, то речь идет о том, что это вы боитесь потерять его. Это ваш страх. И, соответственно, с вашим страхом можно работать, ибо он иррационален, и он мешает вам принимать решения, он мешает вам поступать объективно и соответственно в ситуации. Если это так, то тогда со страхом вашим нужно работать. А также, возможно, работать не только со страхом, но и с потребностями, которые у вас есть по отношению к мужу. Помните, я вам вначале при его сообщении сказал, что вам нужно подумать, чего вы хотите от любовника, чего вы хотите от мужа. Вот это важный момент. Потому что ваш муж, он одна проблема не решится, он так и будет себя вести. И мы не знаем, как он согласился на работу с психологом. Мы не знаем, как именно, что это значит, готов ли он реально работать, не готов ли он реально работать. А мы этого не знаем. И вы этого тоже не знаете. И поэтому нужно понимать, что ответственность за отношения несете вы оба, а не только он. Я уже сказал, что вы, вот, когда человек испытывает чувство вины, да, а у вас вот чувство вины перед мужем за то, что вы ему изменили, перед любовником за то, что вы разрушили его семью. Это говорит о подсознательном нежелании нести ответственность за себя. То есть вы несете ответственность, пытаетесь нести ее за мужа, пытаетесь нести ее за любовника, но не несете за себя. И в этом самая большая проблема. Соответственно, думаю, что вот в этом направлении вам и нужно сейчас двигаться. То есть подумать, кто для вас дороже и почему. Подумать, чего вы хотите и как к этому можно прийти. Подумать, какие варианты есть освобождение от любовника и какой вариант для вас невозможен. Заметьте, не непредемлем, как вы сейчас говорите про своего мужа, что мужа рассказать не вариант, хотя это решило бы все проблемы. Ну да ладно, а именно невозможен. У меня создалось впечатление, что вы зависимы от мужа и вы также зависимы от любовника. И вам необходимо, возможно, сработать на своей самооценке. Подумайте, в чем вы не уверены? В чем вы сомневаетесь в себе? Подумайте, а принимаете ли вы себя полностью такой, какая вы есть? Это тоже очень важный момент. Ведь если нет, то это большая проблема при построении отношений, я имею в виду. Соответственно, в этих направлениях вам и нужно двигаться. Как бы, я думаю, что на этом можно закончить, в принципе, все, что я хотел сказать. Я сказал, значит, кроме того только то, что вы говорите, что боялись показать взаимность мужу, потому что, значит, чтобы не передумал разводиться. Тут вообще странно. У вас были теплые чувства к мужу, и вы не показывали ему эти теплые чувства, потому что боялись, что он передумает разводиться. А зачем же вы разводились с ним тогда, если у вас теплые чувства к нему были? Понимаете, какое противоречие возникает у вас? У вас возникает противоречие. И вы с этим противоречием как-то, ну, вам стоит с этим противоречием как-то разоблачивать. Потому что пока оно есть, это противоречие, непонятно, куда вы можете двигаться дальше, куда вы можете стремиться. Понимаете? Вот. То есть я понимаю, что любовник вас увлёт. Но как мог увлечь вас любовник, если вы испытывали сильные чувства к мужу, да? Сильные, не сильные – это вопрос такого плана. То есть тут ещё нужно разбираться. Но, тем не менее, вот это противоречие. Для себя постарайтесь это противоречие решить. Если у вас есть зависимость от мужа, если она была, это потребность. И потребностная сфера. И правильное удовлетворение своей потребностной сферы и её реализации. Если это страх, то, соответственно, со страхами нужно работать. То есть их необходимо проговаривать. Их необходимо выискивать. Необходимо понимать, чего вы боитесь. И кем, и почему вы хотите сейчас быть. Вот скажите, какая вы настоящая. То есть, условно говоря, вы, вот когда, вот сейчас, на данный момент, вы чувствуете себя естественно, чувствуете себя живой, чувствуете, что вы живёте вот той жизнью, которой хотите, которой обслуживаете. Прислушитесь к себе, чего вы хотите для себя. Ответьте себе на вопрос, любите ли вы себя, уважаете ли вы себя, цените ли вы себя. Если да, то эта ситуация не для вас. Вся эта ситуация, она вся не для вас. Если нет, или вы сомневаетесь, то возникает логичный вопрос. Почему? И вот с этим вопросом и нужно работать. В принципе, я думаю, что вам нужно выбрать эксперта, тем более, что вы собираетесь работать вроде бы как семейным психологом. Вам нужно выбрать эксперта и начать с ним работать. То есть, вам и мужу это необходимо делать. Но не как семейный парень, пока что. Ибо вы развелись, понимаете, вы развелись. Вы сейчас не являетесь мужем и женой. Вам нужно думать немножечко о другом, пока что. Вам нужно каждому пройти курс терапии с психологом. понять, кто вы в отношениях, как вы видите отношения, чего вы хотите от отношений, ну и так далее. Понимаете? Я надеюсь, что этот момент вы для себя, ну, примите и будете следовать исходя из НИБУ. Заметьте, что в последнем сообщении своем, вы не задаете вопросы, вы просто дополняете его. При этом вы ничего не говорите о том, как вы относитесь к предложениям, которые дал вам, например, я. Почему я говорю про себя сейчас? Ну, надеюсь, это понятно. Я говорю про себя, потому что я отвечаю вам на вопрос. И мне кажется, я единственный, кто отвечает вам уже третий раз на вопрос. Вот. Могу ошибаться, конечно, но мне кажется, что единственный. Ибо я не просто так просил вас извещать о том, что вы написали, что вы напомнили свой вопрос. Дело в том, что далеко не все эксперты читают ответы. И вам это желательно тоже для себя понять. Ну что же, на этом, я думаю, можно закончить, потому что говорить можно много. Такое дело поможет вам это или нет. Смотрите. Попробуйте для начала разрешить все свои противоречия, которые у вас есть. Потом постарайтесь подумать о том, чего вы хотите и что для этого нужно, по вашему мнению. Поставьте себе цель. Поставьте себе задачу. Проанализируйте условия, ваши средства и требования к этим задачам. И начните свою деятельность по выполнению этих задач. Понимаете? Но сперва нужно обязательно, вот обязательно нужно понять, чего же вы хотите от мужа, от любовника и так далее. Ведь вы же не просто так вступили с ним в отношениях. А где гарантия, как я уже вам говорил, да? Где гарантия, что это не повторится? Такой гарантии нет. И куда вы возвращаетесь? К кому вы возвращаетесь? Если вы боитесь, мужик даже сказать. Человек, который боится, а вы боитесь, он не может устраивать нормальных, полноценных отношений. Необходимо понять, чего вы боитесь. А для этого я могу вам хотя бы сейчас дать несколько средств, чтобы бороться со своими страхами. Первое, необходимо, или я уже говорил, вот не помню уже. Ладно, не буду сейчас это выносить на общий доступ. Хорошо. Тогда, значит, постарайтесь проанализировать все, что я вам сказал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то у вас остались вопросы, вы, пожалуйста, пишите в личку. Я вам постараюсь помочь. Если вам понравился один из моих ответов, буду благодарен, если сделаете один из них лучшим. Все-таки я ответил вам уже три раза. Я надеюсь, что вы оцените мой труд, потому что каждая запись достаточно длительная. Ну что ж, я желаю вам принятия верного решения. И надеюсь, вы понимаете, что в рамках дополнений на общие вопросы ваша проблема не решится. Ее нужно решать именно в диалоге с вами, именно в рефлексии, в интроспекции, в ассоциации, в которых всего этого нет в работе с вопросами и в работе с дополнениями. Поэтому, я надеюсь, вы примете решение и обратитесь к эксперту, которые вам понравятся для дальнейшего решения своих проблем. Ну и надеюсь, что у вас все образуется. С вами с вами, я готов вам помочь. Надеюсь, вы однокомнились тем, как я работаю. И если пожелаете, то мы с вами можем также поработать. Всего вам доброго и удачи!